Всем привет! Скерневицкий лимон. Да. Это пандероза. Видите, вот лист закругленный. Есть острый, попадаются. Это грязные листья. Мы их сейчас будем мить. Вот так вот, зубной щеткой. Тепленькая водичка. И помоем. Приведем порядок. Вот это вот, все бутоны придется обрезать. Почему? Нету. Нету тут хотя бы 30 листьев надо. Здоровых. Хороших, мощных. Это, видите, погрызанный был слизнем еще в прошлом году. Вот они. Закругленный такой лист. Все надо будет вымить, потому что эта грязь, она затрудняет, видите, затрудняет поступление света. Бутоны удалить. Все это удалить. 30 листьев нету, значит, удаляем все бутоны. Жалко, конечно. Это не считается листок молодым. Это молодой листок. Вообще ее за лист не считается. Считаю, это такие здоровые, мощные, прошлогодние. Это позапрошлогодние. Видите, уже время приходит ему. Так, что тут у нас в середине? Ну, пересаживать, наверное, еще и рано его. Поэтому стволик, видите, толстый. Миллиметров 11 даже. Пускай так и будет. Вырастим количество листьев. Хотя бы 30 было на одну ягоду. И тогда дадим ему цвести. полную силу. ставим камеру. Вот так вот. Я думаю, здесь будет видно. Проверим. Видно. Вот так повернем. И смотрите, что делать. чтобы меньше оставалось. А здесь вот все это срезаем. Можете чай заваривать с этих цветочков для запаха. Можете просто размять их. Жалко, конечно. Это наша пандероза у поляков стала с керневицкой. Ягода такая же крупная. Так, где-то у нас еще одна была гроздь. Видите, она вот так вот. Но здесь просится удалить всю ветку. Такие ножницы плохо, поэтому удаляем всю вот эту ветку. Вот так вот. толстенькая, да. Но удалять надо. Так, и вот так вот теплой водичкой начинаем смачивать. Смачиваем хорошо. Грязь надо удалить. Видите, она грязная будет. Этот еще лист нам послужит. за каждый листок надо бороться. Каждый, особенно зимой. При недостатке солнца растение начинает страдать. И с этой стороны грязь надо удалить. страдать. Так, это молодые листья, они не так грязные. Но все равно сильно молодые можем и не трогать даже. А это все где капельки грязи. Особенно вот с этой стороны. Смотрите. Смочить его весь. Пускай откисает. Лимоны в комнате как кондиционер. Они впитывают всю пыль, грязь. О, смотрите. Даже погрызанные, даже половинка листа на весь золото. пока тут откисают мы с этой стороны. А этот уход все это требует время. Поэтому или гуляете с песиком в парке или моете листья. А мыть надо. Можете принести деду где-то на пенсии ему делать нечего, он помоет вам. Посмотрите, грязь сколько. Это я даже под дождь выставлял. Дождик слабый был. Ничего не это. Такая процедура я не буду ваше время занимать. Но я показываю, что уход за растением, как за любым животным, все это требует времени, заботы. Поэтому можете отдыхать на Баганских островах, а за растением все равно надо, чтобы кто-то следил, поливал, кормил. Ну, хотя бы вот так вот. Все. Обязательно дренаж должен быть. Так, вот столько земли, все остальное для полива. 200 грамм влаги туда уйдет. С Керневицкой быстро растет. Спасибо, что заходите, смотрите. Пока. До новых встреч.